С наступлением 2020 года в пенсионном законодательстве произошло несколько важных изменений. Они касаются не только пенсии и социальных доплат, но и материнского капитала. Сегодня подробнее о нововведениях поговорим с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Карелия Юлией Валерьевной Ермаковой. Здравствуйте. Добрый день. С 1 января произошла индексация пенсии, она составила 6,6%. Кого это коснулось? Изменения в законодательство были внесены еще в прошлом году, в 2019. И таким образом с 1 января каждого года мы проводим индексацию страховых пенсий. Страховые пенсии – это те пенсии, которые зависят от стажа и заработка, установленные за определенное количество стажа и заработка. Индексация 6,6%, которая превышает уровень инфляции, ожидаемой инфляции 3,8%. Таким образом, в Республике увеличены размеры пенсии 171 тысячи наших получателей, пенсионеров. И увеличение, среднее увеличение составило 1220. Повторюсь, именно среднее увеличение, потому что размер увеличения зависит от конкретного размера пенсии у конкретного гражданина. Средний размер пенсии по Республике Карелия с 1 января 2020 составляет 19 700. Это средний размер. Ну и, соответственно, увеличение из него – 1220. Увеличились как страховые пенсии, так и фиксированные выплаты к страховым пенсиям на этот же процент. Также сохранен механизм индексации только неработающим пенсионерам. То есть работающие пенсионеры не получили индексацию. Традиционно они могут ее получить со следующего месяца после увольнения. То есть эта схема остается в действии. Неработающих пенсионеров в Республике на 1 января более 52 тысяч. То есть это количество сокращается. То есть индексация на каждый год происходит? Она запланирована. И в 400-м федеральном законе уже определено на 3 года вперед этот процент. Еще одно повышение выплат коснулось только граждан с низким размером пенсии. Дело в том, что в Коррельстве 2020 года правительством Республики установлен новый размер прожиточного минимума пенсионера. Он на 3 тысячи выше прожиточного минимума в 2019 году. Как организованы эти выплаты? В декабре месяце мы провели последнее начисление федеральной социальной доплаты. И соответственно 25 декабря передали все данные по получателям социальной доплаты в уполномоченные органы исполнительной власти, в Министерство социальной защиты. И соответственно они сейчас с 1 ноября 2020 начинают работать по начислению уже региональной социальной доплаты до уровня 11 836. На уровне региона установлен порядок установления региональной социальной доплаты. То есть соответственно это их полномочия. Поэтому лучше, я думаю, вопросы задать непосредственно полномоченному органу. А материнский капитал тоже с 2020 изменился, да? Как изменился его размер и что еще может какие-то изменения с ним произойти? Да, основные изменения, конечно, вот в то, что касаемо материнского семейного капитала с 1 ноября 2020 года, помимо того, что он в принципе сам увеличился на 3%, индексация прошла не только полных сумм, а и тех остатков, которые у граждан не использованы. То есть они также проиндексированы на 3%. С 1 января 2020 года изменился порядок предоставления выплат ежемесячных из материнского капитала. Право на эти выплаты имеют семьи, у которых родился второй ребенок после 1 января 2018 года, которые имеют прожиточный среднедушевой прожиточный минимум. С 1 января 2020 года это уже два прожиточных минимума в республике. Это составляет размер 30 534 рубля на одного члена семьи. И изменился период выплаты этих денежных сумм. То есть мы можем уже устанавливать эти выплаты до трех лет, не до полутора, как ранее было. И изменился сам размер выплат. То есть в прошлом году это составлял размер выплат 12 330. С 1 января размер этой выплаты составляет 13 167 рублей. И вот пользуясь случаем, пользуясь нашим эфиром, я хочу отметить право тех семей, которые получали ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 12 330, обратиться в этом году, прекратить эту выплату в размере 12 330 и назначить новую выплату в размере 13 167. То есть это не зависит от срока, на который была назначена эта выплата. Соответственно, то есть вот традиционной индексации, как мы все привыкли, не произойдет. То есть для того, чтобы изменить размер, надо обратиться для прекращения и предоставить новый пакет документов. То есть, соответственно, сведения о доходах, чтобы нам рассчитать среднедушевое на члена семьи. И мы назначим, продолжим до двух лет. Выплата назначается на год, то есть до года, потом до двух и до трех. То есть вот такие периоды. И каждый год надо, получается, для назначения предоставлять пакет документов. То есть главное, что за счет вот этих нововведений меняется круг лиц и уже более широкий охват, которые могут, семьи, которые могут получать эту выплату, так как увеличился среднедушевой доход. И, соответственно, уже размер самой выплаты и период, да, он уже больше. Пользуясь случаем, опять же повторяюсь, те семьи, которые сейчас получают 12 330 рублей, можно обратиться для того, чтобы размер увеличить. Ну и последний вопрос. Закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу еще в 2019 году, но переходный период продолжается и в этом 2020, да? Кто будет выходить на пенсию в этом году? Напомню, с 1 января 2019 начались изменения в плане повышения возраста выхода на пенсию. Как на страховую пенсию по старости, так и социальная пенсия по старости тоже возраст увеличивается. В 2020 году, в первой половине года у нас выходят, в основном, буду говорить, женщины, имеющие право, соответственно, по северному стажу выйти. Это женщины, рожденные во втором полугодии 1969 года. Ну и, соответственно, мужчины, рожденные во втором полугодии 1964 года. Это первая половина 2020 года. Далее, те лица, которым исполнилось 50, соответственно, женщины или 55 мужчины в 2020 году, то у них право сдвигается на полтора года уже. И, пользуясь, раз уж мы начали о нововведениях в части повышения возраста, для предпенсионеров есть небольшая информация. В этом году предпенсионеры могут обращаться в налоговые органы для того, чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество и по земельному налогу за 2019 год. С 1 января 2019 года они могут пользоваться этой льготой. Хочу именно обратиться к тем гражданам, которые уже сейчас становятся пенсионерами. То есть в 2019 они были предпенсионерами. И такой категории лиц надо либо до того, как назначают пенсию по старости, получить сведения из личного кабинета пенсионного фонда о том, что он был предпенсионером с какой-то даты 2019 года, либо уже непосредственно став пенсионером, обращаться в территориальные органы за подтверждением своего статуса за прошлый период. Потому что информационные ресурсы настроены, к сожалению, только на действующий статус. Если человек стал пенсионером, то уже статус предпенсионера ему не получить за прошлый период. Поэтому вот здесь надо обязательно, ну, так скажем, руку на пульсе держать. Спасибо. На этом все. Я напоминаю, сегодня мы говорили с заместителем управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия Юлией Валерьевной Ермаковой об изменениях в пенсионном законодательстве. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова